Доброе утро, Бокертов! Сегодня я не отвечу на вопрос, почему на иврите говорят Тель-Авив Рабати, Большой Тель-Авив, а не говорят Тель-Авив Рабатит. И я пытаюсь найти ответ на этот вопрос уже более 30 лет, и на данном этапе мне все еще не удается найти ответ на этот вопрос. Объясню в чем проблема. Все названия городов женского рода и Рабати воспринимаются как прилагательное мужского рода. То есть по идее нужно сказать Тель-Авив Рабатит, а не Рабати. Но говорят Тель-Авив Рабати, мне говорят вместо Тель-Авив Рабати скажи Гуждан. Например, Гуждан это район Большого Тель-Авива. Что такое Большой имеется ввиду с пригородами. Гуждан это Тель-Авив с пригородами, со всеми соседними городами. Замечательно, вместо Тель-Авив Рабати я могу сказать Гуждан. А что мы скажем со словосочетанием Иерушалаем Рабати? Это Иерусалим с пригородами, Большой Иерусалим. И здесь тоже Рабати, а не Рабатит. Одно из объяснений, которые я слышал, что имеется ввиду регион, район как бы Эйзор и Рушалаем. И слово Рабати относится к слову Эйзор. Но, если мы перенесемся в мир букв, например, от Рабати, слово от в иврите женского рода, буква, и говорят от Рабати, не Рабатит, а Рабати. И большая буква, имеется ввиду заглавная буква. В начале, например, какого-то текста может быть от Рабати. Заглавная буква. Рабати, а не Рабатит. И тогда мне другое объяснение, что Рабати это как бы слово, которое входит в Смехут. И от Рабати получается буква чего-то большого. И большая буква. То есть Рабати это не прилагательное здесь, а слово, которое входит в словосочетание, в связку. Смехут то, что на иврите называется. И в подтверждение этой версии говорят от Ийот Рабати. То есть первое слово во множественном числе. Второе слово не во множественном числе. Рабати. От Ийот Рабати. Заглавные буквы. Большие буквы. Замечательно. Но почему тогда говорят Магифа Рабати. Магифа это эпидемия. И Рабати это как что-то большое. Магифа Рабати в современном языке это как пандемия. То есть мирового масштаба эпидемия. Если бы это был Смехут, тогда нужно было бы сказать Магифат Рабати. Но говорят Магифа Рабати. И это в древних источниках в том числе данный термин используется. Понятно, что в современном мире вместо Магифа Рабати я могу сказать Магифа Оламид. Всемирная как бы эпидемия, пандемия. То есть я могу найти какие-то варианты, чтобы избежать вот этого непонимания. Но тем не менее вопрос остается. И я буду очень рад, если мы вместе попытаемся на этот вопрос найти ответ. Можно спросить наших знакомых, коренных израильтян, специалистов. Что они скажут по этому поводу и почему вот Рабати только как бы условно в форме мужского рода Рабатит не используется и во множественном числе. То есть можно найти где-то в современных текстах и варианты Рабатит, Рабатиот например о буквах. Но я не уверен, что это правильно и приемлемо. То есть в любом случае нужно Рабати использовать. Я очень надеюсь, что это было интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Литраут. До свидания.